Как попасть в авиацию МЧС, сколько весит экипировка пожарного и как несут нелегкую службу девушки? Эти и другие вопросы задали учащийся министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко. Эта встреча прошла в рамках проекта «Школа активного гражданина». Почетному гостю провели ознакомительную экскурсию, представили кабинеты, спортивные залы и творческие экспозиции, посвященные нелегкой работе спасателей. Посетили традиционную безопасную переменку. Владимир Александрович с удовольствием принял участие в интерактивных играх с малышами 34-й школы, а после направился к старшим, чтобы ответить на все их вопросы. Мне нравится заниматься волейболом. Возможно ли проведение соревнований по волейболу под эгидами МЧС среди детей? Исучим эту тему, насколько возможно. Именно участвуют школьники школы, организовывают все МЧС. Ребята задавали смелые и откровенные вопросы, интересовались прошлым и настоящим министра, спрашивали советы и предлагали свои идеи. Не обошли стороной и тему о создании образовательного центра безопасности жизнедеятельности. Уникальные площадки для обучения жителей правильным действием при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Вот это нашло широкую поддержку в органах власти и сегодня стремительно идет их развитие. И вот то, что Бобруйск проникся этим и лично при этом городе полкома выезжал, смотрел. И у него желание не просто создать, а создать, как он говорит, один из лучших в стране. Ну а мы будем всемирно поддерживать и оказывать содействие. На прощание Владимир Александрович получил памятные подарки, сделанные руками детей. И искренние слова благодарности за проведенный диалог. Встреча очень важна. Не каждый день министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь может вот так близко и интересно провести беседу с выпускниками нашего учреждения образования. Поэтому, конечно, мы гордимся тем, что у нас была такая уникальная возможность задать вопросы и получить интересного ответа. Впечатления очень хорошие. Много чего интересного нам рассказали с жизнью работников МЧС. Больше узнали о технике безопасности, что и как делать. Выпала возможность пообщаться с интересным человеком, министром МЧС Беларуси. Я задал ему интересующий мне вопрос, является ли он активным пользователем интернета. Получил на него ответ. Общение с чиновниками и депутатами стало доброй традицией для молодежи города в рамках проекта «Шаг», что и доказывает приезд такого высокого гостя, как министра по чрезвычайным ситуациям. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Вобрусь, 360.